МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Илья Зайцев окончил факультет архивного дела историко-архивного института, научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, автор книг и монографий, в том числе Астраханское ханство и исламская рукописная книга в московских собраниях между Москвой и Истамбулом, кандидат исторических наук. Дмитрий Васильев, выпускник Института Восточных Языков при МГУ, профессор, руководитель отдела Истории Востока Института Востоковедения Российской Академии Наук, автор книг и монографий, в том числе Корпус памятников тюркской письменности «Бассейн Енисея». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тема нашей сегодняшней программы «Откуда есть пошли нынешние турки и как все начиналось?» Среди поздних гуннских племен, где-то в 3-4 веке, были тюркоязычные племена, которые к этому времени оказались в районе Турфана. Это благодатные места, впадины, очень плодородные места. Но Турфан это где? Это восточный Туркестан или по административному обозначению Синьцзяново-Игурский район Китая. И вот, в частности, легендарная история как раз говорит о том, что истреблены были все, кроме одного мальчика, которого искалечили, отрубили ему руки-ноги. Но он остался жив, выкормила его волчица, унесла в пещеру и родила от него десятерых сыновей. Среди этих десяти был один по имени Ашина. И примерно в 460-м году Ашина вывел своих сородичей в горы Алтая, и там они обосновались как данники другого мощного государства, государства Жуань-Жуани. Были они искусными кузнецами, плавили железо, а Алтай славен был своими рудами. Поэтому ценность такого приобретения и таких вассалов была очевидна. Ну, вот это промышленное производство, если так можно сказать, и тот естественный отбор, который они перенесли, позволил им подчинить местные племена, укрепиться. И через некоторое время, а именно в 551-м году, в сражении они нанесли поражение. Нанесли, да. Они, так сказать, разгромили Жуань-Жуани. И впервые тогда упоминается слово «тюрк». «Тюрк». То есть это название не одного этноса, а название уже объединения племен, которые говорили на близких языках. А что означало слово «тюрк»? Слово «тюрк» есть разные гипотезы. Ну, одна из гипотез, что это союз. Есть такой глагол «тюрамек» – создавать. Нечто созданное. И эти племена очень быстро заявили о себе. Настолько ярко, что в 545-м году даже китайские власти решили направить к ним посольство, что было вообще событием чрезвычайным. Чтобы к недоминирующему племени направить посольство и выразить свою готовность установить контакт, это было действительно редким событием. В тот момент среди советников династии Тан, которая правила в Китае, были достаточно дальновидные люди, которые, можно сказать, предсказали то, что это племя через какое-то время станет гегемоном во всей Евразии. Евразии даже. Причем необходимо отметить, что в то время тюрки еще не вышли на такую вот арену основную, что ли, международных событий того времени, потому что тогда действительно доминировали жуань-жуаньи или известные в европейских источниках, как авары или обры древнерусских летописей, разбитые тюрками. В 1951 году они двинулись на запад, прошли через все южно-русские, ну, через всю степную полосу Евразии, южно-русские степи, и оказались в Европе, и мы прекрасно знаем, что, как авары, они упоминаются уже в ранних латиноязычных хрониках, и сокрушительные поражения там им нанес известный Карл Мартелл. Впервые сведения о тюрках действительно встречаются в китайских раннединастийных хрониках, а именно в Джоушу, и именно там встречается эта красивая легенда о... Без ногам, без рукам. Совершенно верно. Но интересно, что она получила неожиданное археологическое подтверждение, материальное. В конце 60-х годов в Монголии была обнаружена так называемая бугутская стелла, написанная на двух языках, на сагдийском и на одном из индийских алфавитов, которая датируется 80-ми годами 6-го века. И вот она прочитана, правда, фрагментарно, поскольку очень плохо сохранилась. Но вот в навершии этой стеллы помещена такая композиция, которая как раз и показывает нам ту самую волчицу и лишенного конечности мальчика, который лежит под ее брюхом. Прыдкий мальчик. Да. Да. Да и вообще они оказались достаточно прыткими ребятами, потому что, оказавшись в вассальном положении, буквально через сколько? Через 50 лет они... Да, примерно так. Да, быстро. А какая численность была, когда китайцы отправили к ним посольство? Ведь если бы это было племя, состоящее там из нескольких сот человек, вряд ли бы они обратили на них внимание. Это было уже не одно племя, это был уже целый союз. И Алтай достаточно благодатное место, то есть племена там были многочисленные, местные племена и те, кто присоединялся к тюркам. И кроме того, Алтай был благоприятен тем, что это было хорошее укрытие от внезапных нападений. Алтай – горная страна на юге Сибири и в Центральной Азии. Алтайцы ныне – это коренной народ, населяющий горы и предгория географического Алтая. Алтайцы в прошлом – собирательные названия группы тюркоязычных племен, обитавших в Горном Алтае и частично Кузнецком Алатау. Верующие – православные, баптисты и буддисты. Традиционные религии алтайцев – шаманизм. Однако же они там не усидели, повоевали со своими сюзеренами и решили пойти прогуляться в Европу. То есть они обладали уже достаточно большой силой. Насколько я понимаю, проход через нынешнюю российскую территорию особых препятствий для них не создал, потому что воевать, по сути, было не с кем. То есть если и были какие-то кочевые племена, то не тех форматов, которые представляли для них серьезные препятствия. Ну, тем не менее, тем не менее, вот союз с Китаем, установление контактов с Китаем обеспечило им восточный тыл надежный. А что касается противников, то существовался санитский Иран. Поэтому... Но это пониже все-таки. Да, но тем не менее, столкновение было. К тому же, уже начиналась борьба за шелковый путь. И вот примерно к 60-м годам 6-го века можно назвать четыре крупных таких державы, которые практически определяли всю политику в Евразии. Это Китай, Иран, великий тюркский Каганат и Византия. И для византийцев было очень интересно установить, поскольку они постоянно вели войны с Ираном, было очень важно установить контакты вот с таким новым государственным образованием, которое динамично и очень активно ведет экспансию в западном направлении. В союзе с византийцами... В союзе с византийцами был, например, совершен поход в Закавказье, и под стенами Тбилиси император Ираклий византийский настолько был тронут отвагой тюркского Кагана, что отдал ему жен и дочь Евдокию. Но это не единственный случай, когда византийцы и тюрки роднились. А через некоторое время практически границы соприкоснулись, потому что тюрки завоевали Северный Кавказ и Боспор и вышли практически к Керченскому проливу. Да, это было при Кагане Истеми, который в греческих источниках упоминается как Дильзибул. Или Сильзибул. И действительно он такой совершил довольно резкий демар, захватив Боспор, Кемирийский, и таким образом действительно выйдя практически к границам Византии. Там даже был небольшой рейд, совершенный в Крым, но тюрки там не удержались. Это, кстати сказать, первая тюркская волна, которая может быть в Крыму зафиксирована. Надо сказать, что Византия вообще оказывала довольно сильное влияние на тюркский Каганат. Было несколько посольств и большому количеству сведений о тюрках того времени мы обязаны именно византийцам, а именно упоминанием Минандра. Было несколько посольств Мечника Валентина, такого вот как раз Минандра. Земарха. Да, Земарха. Вот эти все сведения до нас дошли, благодаря и мы можем судить о древних тюрках, о их обычаях и даже в внешнем виде. Византийская империя, Византия, средневековое государство, также известное как Восточная Римская империя. Византия появилась в конце IV века. В столице Византии всю ее историю был Константинополь, один из крупнейших городов мира той эпохи. Наибольшие территории империя контролировала в VI веке. С этого времени постепенно утрачивала земли под натиском иноземных завоевателей. После арабских войн Византия занимала лишь территорию Греции и Малой Азии. Некоторое усиление в IX-XI веках сменилось серьезными потерями и распадом государства под ударами крестоносцев. Окончательная гибель произошла под натиском турок в 1453 году. Посольства были не только в Византии, но и византийцы отправили свое посольство, которое дошло до Тяньшани. И именно в предголе их Тяньшани Каган принял их в своей ставке у горы Эктак. И он сидел в золотом шатре, и при этом очень удивило посла, что Каган сам при этом мастерил седло. То есть было занятие. То есть он мог делать, как кочевник, он мог делать многое. Было очищение огнем, сообщаются интересные вещи по верованиям тюрков. Но если вернуться немножко раньше, то можно сказать, что когда разгромили Жуань-Жуаней, то впервые была интернизация по всем правилам кочевого мира. Кагана поднимали на белой кашме несколько раз, чтобы он приобщился к небесам. И он при этом был применен еще такой жестокий прием. Его душили тетевой. Придушивали даже. Придушивали тетевой. И в полубессознательном состоянии он пророчествовал, отвечая на вопросы. Ну, вот как у нас беседа, отвечая на вопросы. Но он предсказывал как бы судьбу своего царствования. Что может произойти. Что касается того пантеона, который был у тюрок, то там мир делился на три составляющих. Небесную, земную и подземную. На небесах царил Кёк-Тен-Гри, то есть верховное божество небес. На земле было покровительствующее людям божество, женское божество Умай, которое покровительствовало очагу, детям, семье. И было довольно злобное, серьезное божество Ерсу, то есть земли и вод, которого, в общем-то, жители должны были опасаться. Ну, и, наконец, подземное, конечно, ничего хорошего не сулило. Это был Эрлик-Би, который при случае, да, утаскивал нехороших людей туда, к себе. Да. Ну, помимо всего прочего, там были еще более мелкие божества, о которых, к сожалению, мы там судить почти не можем. Но вот в одной из тибетских книг там сохранилось упоминание о божестве путей, кажется. Путей и дорог, да. То есть это, видимо, тот добрый дух, который покровительствовал путникам. Каган, верховный правитель, или хан на уровне рода, являлся и первосвященником. То есть шаманы, которые, конечно, были, не были социальной прослойкой. То есть мы не можем говорить, что было жречество, как... Отдельный институт. Отдельный институт. Да. То есть, конечно, совершались моления перед охотой, целительная практика имела место. Но государственную обрядность осуществлял сам Каган. То есть он был и первосвященник. Это правильно, централизация власти религиозной, политической. А как выглядели эти их божества? Животные или люди, или кто? Или абстрактные некие субстанции? Некоторые имели абстрактный вид. Вот, в частности, Ерсу. Тут иллюстрации можно вот посмотреть. Это было такое устрашающее, фантастическое существо. А что касается Умай, это был женский такой добрый облик. Ну, характерным атрибутом её был трёхрогий головной убор. Кстати, этот трезубец в головном уборе, он прошёл через многие тюркские народы. И остался, в частности, и у уйгуров. Впоследствии уйгурский Каганат сменил тюркский. Там тоже именно такой убор, головной убор. А что он символизировал, или какая у него функция была? Ну, трактовка более поздняя у уйгуров была такая, что это три основных этнических составляющих уйгурского племенного союза. А до этого Умай просто, это её традиционный облик, вот в такой, в таком головном, в такой шапке, да. Но, кстати, у современных алтайцев шапка в нижней своей части несколько напоминает тот убор. Там нет трёх этих самых наверший, но, тем не менее, общая форма очень похожа. Ну, это одно из самых ранних изображений, как раз Умай, это знаменитый Кудыргинский валун. Вот, к сожалению, он до наших дней не дошёл, он погиб в блокадном Ленинграде, где-то на задворках музея этнографии. Но был, к счастью, опубликован до того, как это произошло. Ну, это знаменитый могильник Удыргэ, который датируется там первыми веками седьмого. Ну, там есть разные погребения, в том числе и более позднего времени. Как раз одно из погребений содержало огромный валун, на котором была изображена Умай в трёхкровом головном уборе. И, вероятно, сцена поклонения Умай, ну, возможно, даже и, так сказать, кого-то из древнятюрских каганов, потому что эта сцена явно такой вот... Жизненная. Да, там, каренопреклонённая фигура, держащая лошадь под усцы. Вот, очень классический сюжет. Ну, всё кончается, и, конечно, такую огромную империю долго держать в спокойном состоянии было очень трудно. Огромную, вот, обрисуем для зрителей, откуда она простиралась? От монгольского Алтая? Нет, даже дальше на восток. Практически от Кореи. От Кореи? Да, и до Черноморья. До Причерноморья. По крайней мере, Преамурья, да, входило, если не в границы первого тюркского каганата, то, по крайней мере, сходило в сферу политического влияния. Да, поход был. И, значит, крайне западной точкой, вот мы уже обозначили её, это как раз был район современный Тамани, да, то есть Керченский пролив. При этом это было кочевое государство. Кричевое государство. Надо, чтобы, так сказать, закончить о нём разговор, сказать о самом главном культурном достижении, вот, которое было у тюрок, да, зафиксировано. Это то, что дошло до нас в виде древнетюркских рунических надписей на камнях, причём самые большие коллекции этих памятников находятся в России, в музеях Минусинска, Абакана, Кызыла. И ценность этих памятников в том, что это одновременно источники и хронологически синхронные, то есть, и одновременно это кочевники пишут о себе. Потому что, когда о кочевниках сообщали иностранные авторы, то, как правило, это была информация неприязненная, так мягко говоря. Вот, те же византийцы описывали кочевников очень тенденциозно и предвзято. Но, может возникнуть вопрос, почему рунические, хотя... Да, как у народов севера. Да, как у скандинавов и так далее. Дело в том, что знаки внешне очень похожи. Если человеку дать резец, например, нож, и он начнёт царапать на каменной поверхности, то достаточно ограниченный набор графических вариантов. И поэтому, естественно, формально эти надписи похожи. Но, одним из первых, кто увидел эти надписи, из первых европейских учёных, да, был шведский офицер, взятый в плен под Полтавой, которым Пётр I заменил ссылку научной экспедиции. То, что хорошо. Да, чтобы не пропадали его знания. Он вошёл в состав знаменитой многолетней экспедиции Даниила Готлиба Мессершмитта по Сибири. И составил, кстати, одну из лучших карт Сибири, России, которая... По сей день. Да, находится в Стокгольме. Но там много, конечно, неточностей, но она наиболее подробная. И когда этот швед увидел надписи в бассейне Енисея, естественно, они ему напомнили родные руны. И он ввёл этот термин, который устоялся. Сибирские руны, так мы их называем. Это первые письменные памятники тюркских народов. И они являются конвой, на который многие тюркские языки, так сказать, могут основывать свою письменную культуру. Письменность руническая. А язык какой? Язык тюркский. Тюркский. Тюркский язык. Мы так и называем язык древнетюркских памятников. Тюрк хронических народов. В этом языке есть и огусские элементы, и копчакские элементы. Это две основные группы тюркских языков. Огусская и копчакская. Существует и ещё, так сказать, подразделения. Но вот именно элементы этих двух групп находятся, мы можем заметить в этих письменных памятниках. И что ещё интересно. В целях явно государственных этот письменный язык, он был наддиалектным. То есть он был выработан искусственно. Какой-то филологической комиссией. Видите, у кочевников что могло быть. Ну, конечно, есть мнение, что иностранцы принимали участие в составлении этого алфавита. Согдийцы, прежде всего. Да. Согдийцы, прежде всего. Которые в этот момент были в положении политэмигрантов, бежали от арабов. Вот, потому что именно тюркешский каганат, который... Мы уже переходим к тому моменту, когда вот этот великий каганат распался на два. На западный и восточный. И западный каганат существовал некоторое время. Западный от и до. Примерная граница проходила вот как раз по Семеречию. То есть где-то нынешняя Киргизия. От Киргизии до Чёрного моря. Да, примерно так. А тут, соответственно, Алтай, Монголия. Да, тут надо сказать, что вообще к чему обществу присущ вот этот дуализм власти, а именно разделение и армии, и всего государства на два крыла. Это можно проследить ещё из гуннских времён. Вот мы, собственно, по латинским источникам знаем о том, что гунны были разделены на две такие большие ветви, да, что ли. В эпосе тюркских народов это тоже просматривается очень-очень хорошо. Если мы вспомним классический памятник Агус-Наме, то опять-таки Агус своих подданных делил на две большие категории. Значит, вот, собственно говоря, восточную и западную. Это так называемые Бузуки и Учуки. Как правило, восточная часть была доминировала, а западная находилась по отношению к восточной в некотором таком, ну, если не восточном, то в несколько приниженном положении, считалось менее, ну, даже нелегитимной, а скорее менее значимой, да. То же самое произошло и с тюрками, то же самое произошло и с последующими каганатами, которые выросли уже на разваленных вот этого рухнувшего под тяжестью собственного величия огромного государства. И то же самое было в тюргешском каганате, то же самое было в восточно-тюрском. Ну, это общая практика. Если вспомнить Риму и Византию, то тоже и кончалось всегда это плохо. И, как правило, конечно, это и служило такой причиной того, что государство потом в результате разваливалось на две половины, и, как правило, каждая из этих половин потом жила своей самостоятельной жизнью. Ну, да, и отбивалась от врагов само по себе. Но тут необходимо еще отметить и новшество в материальной культуре, которые, вполне возможно, послужили той причиной, которая позволила тюркам так вот успешно двигаться на запад и совершать эти завоевания. Это, во-первых, изобретение стремян. Вероятно, мы в пятом веке впервые встречаем металлические стремена с металлической аркой. До этого, вероятно, они были, по крайней мере, мы встречаем их в китайских изображениях. Но два стремя, у китайцев было одно. Одно, и оно было из, как правило, органических материалов. Либо это была веревка, либо это была какая-то волосяная петля. А тут, вероятно, тюрки, как хорошие ремесленники, кузнецы, модернизировали материал. И вот с пятого века уже стремена входят в жизнь практически всех кочевых народов, а потом переходят и к оседлам. Наконец-то изобретение седла с высокой лукой, которая также была в то время, конечно, потрясающим новшеством и сильно облегчало положение всадника. И ведение, конечно, боевых действий. И ведение боевых действий. Тремена ведут к тому, что человек, да, упор, и это гораздо большая рубящая сила, которой обладает всадник. И, наконец, третий очень важный момент – это изобретение пряжки. Вот той самой, которой мы сейчас, ну, практически той же самой, которой мы сейчас пользуемся, застегивая там каждое утро ремень. Вот так вот именно вот такая вот пряжка с язычком на вертлюге – это изобретение того же самого времени, ну, осторожно можно сказать, что тоже тюркское, но, по крайней мере, явно принадлежащее древне-тюркскому времени. И вот, собственно, три этих изобретения вполне возможно совершили такую своеобразную революцию. Да, пряжка эту прежде всего использовалась, конечно, как подпружная. То есть все эти изобретения были связаны так иначе с лошадью. Во многом своими победами тюрки были обязаны вот именно совершенствованию и модернизации своего доспеха, вооружения и конского снаряжения. Ну, здесь поподробнее, пожалуйста. То есть мы можем представить себе там, как были вооружены китайские воины, есть и небезызвестная армия Цишхуанди, можно посмотреть. А кочевники-то ведь достаточно просто всегда. Но дело в том, что именно тюркешское войско преградило путь дальнейшей экспансии арабов в Средней Азии. И вот в 20-е годы 8 века был предпринят поход по просьбе среднеазиатских правителей, которые уже были практически разгромлены полностью арабами. И на какой-то короткий период почти вся Средняя Азия, включая Бухару, например, вот Самарканд не удалось им взять, а включая Бухару, почти вся Средняя Азия, в общем, контролировалась тюрками. Но долго это продлить не удалось, но тем не менее преграда была поставлена. Именно поэтому, может быть, тюрки достаточно поздно приняли ислам. То есть на какое-то время вот эта исламизация региона, она была приостановлена именно тюрками. Они оставались язычниками по-прежнему до этого. Тюрки – да, но их преемники – уйгура, там уже другая история. Уйгура – один из древнейших тюркоязычных народов Центральной Азии. Их предки – кочевые племена Восточного Туркестана. Они играли значительную роль в гуннском племенном союзе. В письменных источниках уйгуру упоминаются с третьего века нашей эры. Исконные занятия угуров, земледелие и различные домашние ремесла. Надо сказать, что столкновение, вернее, знакомство тюрков с мировыми религиями произошло, конечно, раньше. Первые сведения о буддийской миссии в Каганате мы встречаем уже в середине шестого века. И, скорее всего, некоторые даже сутры индийские, санскрыты переводились вполне возможно через китайское посредство, переводились на тюркский язык. К сожалению, они до нас не дошли. И имеется только свидетельство о том, что переводы таких были сделаны. И вполне возможно, что буддийская миссия там благополучно работала. Но вот, как Митмис правильно заметил, действительно, в 763 году уйгуры, которые по договору с танским правительством подавляли восстание одного сагдийского конфедерата. Его звали Анлу Шанин, он был из очень известной, привилегированной аристократической сагдийской семьи, служил китайцем. Но вот потом что-то ему не понравилось, он поднял восстание. А уйгуры, как союзники тогда китайцев, за определенные вознаграждения это восстание подавляли. Но вот важным культурным следствием этого подавления, таких жестоких действий было то, что они оттуда вывезли религию, которая, в общем, проповедует скорее не насилие, чем, так сказать, какую-то там их паншу. Ну да. Ну, адаптировали как-то ее под свои нужды. Ну да. При всем при том. А вот, возвращаясь к технике и вооружению, поговорили об экипировке лошади. Наверное, как у большинства кочевников, у тюрок в тот период основным оружием был лук. Да. И это был непростой лук. Дело в том, что опеление снабжалось дополнительными свистульками. Причем стрелы строго классифицировались. Если это была охотничья стрела, то свистулька издавала звук, похожий на полет насекомого. То есть, это было или жужжание пчелы, или свист комарика, там, не знаю. Ну да. Но это нужно было для того, чтобы зверь не пугался при полете стрелы и не срывался с места, и чтобы не было промаха. А что касается боевых стрел, то они издавали такой воющий звук. И поскольку практиковалась стрельба залпами, особенно при осаде городов, известны случаи, когда, если несколько тысяч всадников по команде выпускали стрелы, они издавали такой вой, что жители просто от ужаса открывали ворот и издавались, не оказывая сопротивления. Ну и потом, я не знаю, как у тюрок, а у монголов в более поздние времена была совершенно четкая градация стрел не только на охотничьи и боевые, но боевые, которые предназначены для поражения бронированных целей, для поражения лошадей, для того, чтобы зажигать. То есть, для поражения лошадей я видел в Казанском университете наконечник приблизительно вот такой длины, если смотреть на него спереди, то это как мерседесовская трехлучевая звезда и тоже с дырочками в оперении. Да, надо сказать, что и лук тоже был весьма и весьма любопытный, потому что он делался из особого дерева, из особой породы, там не из всех деревьев можно было его сделать, и он ведь был клееный, сложно составной, то есть, там было несколько до семи накладок, как правило, делаемых из рога, вот, тоже не всякого, вот, с тем, чтобы, так сказать, он выдерживал, во-первых, большое натяжение, с тем, чтобы, так сказать, выполнял основную функцию дальнобойности. И тут важно, извините, сказать, что лук был компактный, потому что это не самурайский лук выше человеческого роста или английский лонгбоу, то есть, лук пехотинца. Некоторые всадники носили с собой два лука, и впервые тюрками были применены раздельные футляры, отдельно для стрел, отдельно для лука, причем луки хранились со спущенной тетевой, и могло быть два лука у одного всадника. А зачем? На случай поломки? На случай поломки, на случай ослабления тетивы, вот так. Но вы затронули очень интересную вещь, когда говорили о наконечниках стрел. Я вспоминаю случай, который произошел лет 30, наверное, назад, когда один наш коллега, археолог, он написал статью о наконечниках стрел, и тогдашний главлит завернул эту статью, потому что сказал, полное совпадение с баллистикой современных ракет и стрелкового оружия. Холодное оружие какое у них было? Мечи, сабли? Да, вот у них были палаши, которые получили особое распространение, палаши с немножко гнутой ручкой, то есть рукоятка была под углом расположена к линку, и это усиливало мощь удара. Режущую. Я не знаю, что это именно арабской работы, но проведя такое исследование целого ряда аналогов с венгерскими коллегами, у нас есть предположение, что это хазарский, может быть, меч, но с арабской надписью. Достаточно любопытно. Да, то есть, вот видите, трофей пришел на Енисей из европейской части. Чего там только не встречалось после походов. Особенно удачных, потому что военно-грабительский туризм, в общем-то, был основным занятием народов того времени. Да. Да, ну, так мы постепенно подходим. Мы подходим к возникновению уйгурского каганата. Разгром тюркского каганата произошел после, я бы сказал, безвременной кончины двух героев, о которых повествуются в самых объемных летописных памятниках древнетюрских. Это принц Кюльтегин и его брат Бельге Каган, основатели тюркского государства, основатели второго тюркского каганата, возрожденного практически после полного разгрома. Кончина их произошла, по некоторым данным, возможно, в результате отравления. Потому что это совпало с визитом китайского посольства, которое уже опасалось усилившихся тюрок. Но после их кончины, к сожалению, лидера не нашлось. И уже в 746 году на арену центрально-азиатскую выходит новое государство, уйгурский каганат. Его отличие от предшествующих империй было в том, что это не было кочевым государством уже впервые. Уйгуры строили города, жили в них, и их продвижение территориальное всегда сопровождалось строительством крепостей, острогов, оборонительных сооружений. В основном на стратегических направлениях, там, откуда могли угрожать им враги. И вот, вы, наверное, знаете, что начался в этом году грандиозный археологический проект с помощью, по инициативе нашего министра по чрезвычайным ситуациям, Шойгу, для которого эти места являются родными. И я помню его еще подростком у нас в экспедициях, он работал в археологических. Это проект по раскопкам уйгурской крепости в Туве. Она на острове находится? Она находится на озере, на острове, в труднодоступном районе. Практически туда нет дороги. То есть, разграбить еще не успели? Дело в том, что жители покинули эту крепость, а когда люди покидают, не спеша, они собирают все вещи. То есть, особенно там, так сказать, много находок не может быть. Но она уцелела. Ну, а как любимые места археологов – помойки? Там всегда что-нибудь появится. Нет, находки есть. Находки есть. И вот, в частности, я работал в этом году там, искал надписи и наскальные изображения. Мы нашли там две надписи в окрестностях этого озера, в окрестностях крепости. Но археологи нашли массу архитектурных фрагментов дворца, который был внутри крепости, потому что это единственная уйгурская крепость, в которой есть дворец. Всего этих крепостей только на территории Тувы 17 известно. Эти крепости соединялись между собой валом, обращенным выгнутой стороной на север. И направленная эта оборонительная система была против государства енисейских каргызов. Это территория современной Хакасии. Но столица уйгуров, тем не менее, была в Северной Монголии. Называлась она Орду-Балык или Кораболгасун. И вот эта крепость Тувинская, она в миниатюре напоминает эту столицу уйгуров. В Каганской надписи говорится, что там Каган сам вещает, что он приказал выстроить стены, дворец, совершал там моление высшим божествам и повелел высечь свои письмена и знаки в окрестностях этой крепости. А почему построили на острове? С точки зрения оборонительной? Тогда это не было островом. Это озеро более позднее. И это удалось выяснить именно в ходе комплексных исследований вот этим летом. То есть она находилась на возвышенности? Она находилась на... Нет, там было несколько озер. К ней просто был путь. Она находилась на полуострове, скажем так. И место было достаточно уединенное. Рядом целебные минеральные источники, в которых до сих пор лечится местное население очень активно. И я думаю, что это была просто у Кагана летняя резиденция, где он отдыхал от сражений. Трудов праведных. Да, потому что он был очень воинственный, Каган очень расширил свои границы. Уйгуры получили существенную помощь от Китая, когда подавляли восстание Ань-Лушане. Но по завершении этого восстания очень важным событием в истории региона и в истории тюркских народов было распространение манихейства так далеко на территории Сибири. Тут зрителям надо пояснить, что такое манихейство, чем оно отличается от всего остального. Религия пророка Мани, как ее еще называют, религия света, религия, которая учила гуманизму и добру к людям. Но особый тип храмов, так сказать, манихейских, можно еще выяснить. Религия эта пришла с Запада, из Средней Азии. Но вот тем не менее, как жители... А в чем специфика храмов была манихейских? Там было обязательно с огнем, был алтарь, где горел постоянно огонь. И кровавых жертвоприношений особо не было. И, как вы правильно сказали, это, пожалуй, была первая такая нежестокая, некровавая религия. Религия, которая учила добро, свету и гуманизму. Но уйгуры... С их воинственностью... С их воинственностью... Их погубило, в общем-то, предательство. После кончины вот этого Кагана, который успешно совершал походы и одержал много побед, его звали Элетмиш Бельге Каган, или, как в надписях он упоминается, Майон Чор, после его наследники не смогли так организовать структуру управления и, так сказать, не смогли обеспечить преданность, прежде всего, военачальников. И когда кыргызское войско, кыргызы восстали и решили совершить поход на уйгуров, то военачальник уйгурский примкнул к кыргызам, которые совершили, надо сказать, удивительный марш-бросок. До них, причем в то время знаменитого Усинского тракта не было, который сейчас является основной дорогой, соединяющей Туву с северными областями, они прошли по реке Аны, тот путь, который когда-то проделали и древние тюрки, и о чем они написали в своем памятнике, там очень красиво написано, что снег был глубиной в копье, они шли, теряя лошадей, и там был своеобразный Иван Сусанин, проводник из племени Азов, который завел их куда-то, они его казнили, но это было раньше, а кыргызы воспользовались этим же путем, совершили молниеносный бросок, и разгромили столицу Орду-Балык, корабл Гасун, причем этот разгром носил очень такой характер разрушительный, добыча была огромная, и вот самые интересные золотые находки в Хакасии, вот прежде всего Копенский клад, это в основном предметы, которые были захвачены как трофеи. Кыргызы Кыргызы настолько быстро распространили свое влияние на все окрестности, что даже в истории получил этот период название Кыргызского великодержавия. Это был рассвет Кыргызского. Надо сказать, что Кыргызы это не те, которые живут в нынешней Кыргызии, а это Кыргызы, которые по нынешним временам жили на территории Монголии. Нет, это те Кыргызы, которые сейчас, может быть, живут в Хакасии. Нет, ну сейчас живут в Хакасии, а тогда... А что такое название Хакасия? Это искаженная китайская транскрипция Хагяз, слово Кыргыз. Вот, так было. И просто, когда было первое административное деление в 20-е годы, то было дано наименование Хакасии, может быть, не самое удачное. Он достаточно искусственное, конечно, потому что, когда туда казаки пришли, то они Хакасов, они не знали этого названия, поскольку не знали китайского, называли их просто минусинские татары. Или сагайцы, если там... И до сих пор, да, Хакасы, они предпочитают всегда говорить, кто он, сагайец, каченец, бентир или... Ну да. Вернемся все-таки в европейскую часть. Вот у ибуров все с киргизами сложилось, не слава богу. А что делалось в западной части Каганата? Или в западном Каганате? В западном Каганате... Там же Византия под боком Ирана. Да, но тут мы имеем уже перед собой время, когда в Среднюю Азию приходят арабы, несут с собой новую религию, ислам. Тут таким важным поворотным моментом был 750-е годы, когда непосредственно столкнулись в районе реки Талас, это в современной Киргизии, столкнулись арабские армии и китайцы. Китайцам было сокрушительное поражение, и после этого они никогда уже на протяжении очень многих лет не стремились доминировать в этом регионе. И важными вехами тут было образование во-первых Саманицкого государства, это Бухара и отчасти окрестности, и Караханицкого Каганата. Вот этот Караханицкий Каганат, к сожалению, своей собственной письменной традицией, скажем, как во Втором Тюркском Каганате или у Игуров, где сохранились довольно большие тексты письменные, которые нам могут помочь понять историю изнутри. К сожалению, от Караханицкого Каганата собственной исторической традиции не сохранилось, отчасти те данные, которые записывались в то время при дворе, не сохранились у историка 14 века Джамара Карши, и вот только оттуда мы можем черпать некоторые сведения, поэтому мы, к сожалению, не знаем даже некоторых имен и не основателей, и не продолжателей этой самой династии. Но важным источником услужат монеты, и в последнее время сделано очень много по систематизации и описанию этих Караханицких монет. Караханицы довольно долго соперничались с самонидами за господство Средней Азии над Самарканом. Караханицкий канад также, как и все предыдущие тюркские государственные образования, делился на две части, вот на эту самую на восточную и западную, соответственно, столицами был Тарас, а потом Самарканд. И важным очень событием было принятие, официальное принятие ислама, которое произошло уже в 840-е годы с Атуком. Ислам возник в 7 веке в странах Аравийского полуострова. Оттуда распространился на страны Северной Африки, Ирак, Иран и в страны Юго-Восточной Азии, Среднюю Азию и Казахстан. Основатель ислама Мухаммед. Главные принципы ислама изложены в священной книге в Коране. Религиозные обязанности мусульман определяются пятью столпами ислама. Поклонение единому к самобущему Богу, Аллаху и почитание Мухаммеда, ежедневные пятикратные молитва, очистительный налог в пользу нуждающихся мусульман, пост в месяце Рамадан, паломничество в Мекку. Это вообще интересно для характера, для тюркского мира, очень интересно, что там вот сейчас, например, если проследить исторически, там есть тюрки, буддисты, ламаристского толка, например, тувинцы, есть христиане, это, например, чуваши, гагаузы, уромы, есть иудеи, это караимы, крымчаки, например, есть мусульмане, естественно, многие народы, и шаманисты есть, значит, то же самое. Ну да, все в одном флаконе. Да. Ну да, то есть, вот, как скажем, в отличие от славян, которые все там более или менее христиане в разных там толках, вот тюрки эту пестроту изначального вот этого появления своего, они смогли сохранить, и таким образом представляют сейчас все практически мировые религии. И даже христианство там представлено и православным христианством, и несталианским толком, и есть и католики тюрки. После того, как они приняли ислам, здесь уже можно перейти к такому наиболее крупному государственному образованию империи великих сельджуков. Да, вот собственно, откуда есть пошли сельджуки, потому что ведь это же имя собственно. Да, имя сельджуки, но первоначально была восточная сельджукская империя или империя великих сельджуков. Столица великих сельджуков была, меняла свое местонахождение, она была и в Харасане, и была в Мерве, Мерве, это Мары современные на территории Туркмении, и конечно ее рассвет связан с именем султана Санджара. Интересным новшеством было активное строительство караван-сараев в период сельджуков, и развалины этих караван-сараев очень впечатляют, они сохранились до сих пор, и многие из них действительно являются одновременно и укреплениями, и гостиницами, и... Таможенными терминалами. Да, да, и, кстати, в условиях пустыни это было просто необходимо, но позволяло обеспечивать коммуникации достаточно быстро и безопасно. Расстояние 25-30 километров больше? больше немножко, я думаю, до 50 километров. До 50, потому что крестоносцы строили, как правило, на расстоянии часа скачки на лошади, а это 25-30 километров. Во время знаменитой битвы при Мансакерте, уже на территории Малой Азии, произошел интересный случай. В византийском войске были тюркоязычные группы. И когда две воюющие стороны услышали друг друга, то тюрки, бывшие в составе Византии, сразу перешли к Агузам, перешли на их сторону. И было нанесено сокрушительное поражение византийской армии. Но здесь надо сделать небольшую преамбулу, объяснить, как эта битва произошла, где находится это место с точки зрения современной географии. И как они дошли до жизни до такой. Ну, это было уже несколько позже. Сначала территории византийские постепенно уплотнялись так называемыми пограничными заставами, которые заставами, но это не просто заставы, это было и поселение одновременно. Это была тактика сельджоков постепенно продвигаться и оставлять вот такие небольшие опорные пункты с населением. И когда с территории Ирана уже передвинулись на территорию Малой Азии, то это можно считать за Кавказием в определенной степени, но это северная часть Малой Азии, это Причерноморье, где население в основном составляли лазы, грузинское население было, и они более тяготели к закавказским государствам, нежели к Византии. То есть это как раз облегчило процесс завоевания вот со стороны сельджоков. В результате этого сражения византийский император Роман Диоген попадает в плен. Попадает в плен, ну, так сказать, ему удалось выкупить себя и, так сказать, ценой огромной суммы выплаченной, но в этот момент сельджуки далее на запад по Малой Азии не двинулись. Они двинулись несколько южнее, на юг, было движение на территории Ирака, на территорию Сирии, ими был захвачен Мусул. Сирия тоже была византийская, да? Да, да, да. Ну, и был захвачен Мусул. Удивительная архитектура связана с эпохой султана Санджара. То есть мы его, он остался, ну, все правители остаются в истории, как правило, какими-то своими делами. Так вот, при султане Санджаре была удивительным образом реконструирована и налажена канцелярия. То есть было даже написано специальное руководство сочинения, называлось Атабат Аль-Кятаба наставление киотибом. То есть киотип это секретарь наставления киотибом, то есть полная инструкция по делу производства, заповедь бюрократа. Да, заповедь бюрократа, но я хочу сказать, что происходит эволюция. Если вот первые тюрки, о которых мы сегодня говорили, это были кочевники и была совершенно иная организация, то здесь уже нужно было устраивать диваны. Ну да. Диван не мебель, а диваны собрания, так сказать, совет министров и так далее. и нужно было иметь достаточно квалифицированную бюрократию в хорошем смысле этого слова. Вот. Поэтому было налажено дело производства, это было новым явлением для тюрок. Так сказать, на персидском языке, что важно, потому что до этого, так сказать, все дела, видимо, решались на языке на своем, но когда сельджуки столкнулись вот с этим оседлым населением, уже там, то пришлось, вероятно, выбирать тот язык, который был, ну, может быть, более к этому приспособлен. Именно поэтому... Или более распространен в данном мариале. Да. У сельджуков была удивительная любовь к резьбе по камню. То есть архитектурные постройки того времени просто напоминают кружева. Кружева – это резьба по сердцовому кирпичу, по камню, по глине. По ганчу. По ганчу, да. И это связано с определенным временем, и потом далее не продолжается. Ну, в современной Турции есть, например, населенный пункт под названием Сельчук, но он находится на западе, это уже практически район Эгейского моря, хотя он и не на берегу. Как этноним встречается с Сельджук и в Средней Азии. Восточное приоралие было тем пунктом, где разделились две основные тюркские ветви. Копчаки пошли на север и Агузы пошли на юг. И Копчаки пошли в Казахстан в нынешний. Да, Казахстан и по Волжье и там дальше. Сейчас две основные ветви языковые тюркских языков это как раз Агузская и Кипчакская или как иногда их называют западная, восточная, северная или южная. И вот восточные приорали по антропологическим данным как раз фиксируют и по археологическим данным как раз там фиксируется последнее совместное бытование этих народов. На этом, я думаю, мы должны сегодня завершить дозволенные речи. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю на канале 365 в рамках программы «Час истины». Всего доброго. Смотрите нас. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!